Всем доброго времени суток, меня зовут Анаэ. Для тех, кто меня не знает, я являюсь духовным лидером школы Белого Лотоса, Белым Магом и Бионаркетом. Я только что приехала с Марса на Алтае. Для тех, кто не знает, что вы не думали, что я с реального Марса прилетела. Приехала, но значит не прилетела. И у нас сейчас уже через пару дней начнется ретрит, поэтому по-быстрому решила вам снять видео о том, что я там получила за информацию, на Марсе не успела. К сожалению, там, конечно, удивительно красивейшее место, прекрасный пейзаж. Вот, и я очень рада, что в этом году смогла свозить туда своих родителей, показать им красоты местные. Но, конечно, место с точки зрения энергетики удивительное. В этом году у меня получилось остановиться не в той точке, где база находится, а чуть-чуть дальше, место силы, я так называю. Там прямо такой мощный информационный поток. Ты туда включаешься, приходишь, и тебе сразу улучшаяся информация, любые ответы на вопросы. Вот группа, которая у нас приезжала, я им говорила там помедитировать, однозначно чему-то научиться. Потому что это место, которое отвечает на все ваши вопросы на уровне духов. Кстати, очень интересно, настолько чётко, ясно там слышны ответы. Но именно по вопросам работы с духами, астрала и магии. То есть я когда им задавала тоже так интересно вопросы духовного порядка, потому что я сейчас с собой книгу там взяла почитать такую духовную, и там какие-то духовные техники были. Они такие сказали, это не к нам, духовность не про нас, мы только про магию. Если есть какие-то магические вопросы, спрашивайте. А вот когда я была в Новосибирске, там тоже очень чёткий канал работает, я вам рассказывала. Там информация такая инопланетная, общего характера. Она научная, теряя такая космическая и на все вопросы отвечает. Ну то есть вроде бы чёткие ответы, но видите, они в разных сферах и в разных плоскостях. Кстати, там на Марсе я немного более глубинно поняла вот эту разницу между духовным планом и физическим, потому что мир духов относит больше к физическому плану, что это продолжение физического мира, это творящие процессы физики и материального плана. А духовный мир, он относится к другому, соответственно, измерению, к нефизическому. То есть у нас есть физический и духовный план, это две разных мерности. И они связаны между собой, но не прямолинейно, а другими моментами. То есть немного, хотя сказать, косвенно, наверное, неподходящее слово, сейчас будете к словам цепляться. В общем, связь-то, конечно, вроде как прямолинейная, но нету прямого отражения, вот как зеркального. Допустим, там руку поднял, здесь руку поднял. То есть отражение происходит как-то по-другому. Там поднял руку, а здесь что-то вообще произошло другое. Но связь есть. Ну, про это я буду, наверное, не знаю, может, вкратце чуть позже расскажу. Потому что у меня там другая интересная информация пришла. И я очень глубоко разбиралась в понимании разности. Вы знаете, что основной целью моего университета является связать в головах людей нашу реальную реальность. И, скажем, магический план, тонкий план, другое измерение. Показать не разность между ними, а понимание того, как нужно взаимодействовать с тонким планом. И как это влияет на физический мир. Что это не оторванная от реальности действительность. Что она влияет напрямую. Но нужно понимать, как. Этому нужно долго учиться. Это знание, которое мы получаем. То есть я даже до сих пор, спустя много лет, все равно все это познаю, познаю. Потому что кладезь этих знаний огромна. И как раз-таки на удивление у меня там книга была, которую я взяла. Она такая конфронтационная. Она только про духовность. А магии не существует, грубо говоря. Магия — это все от дьявола. А здесь, наоборот, строго магические были энергии. И так интересно на фоне этого была информация получать. Но что самое главное, я как всегда вернулась к Марсу. К тому, что красные горы там, да, вот эти, кто смотрел Марс, видел красные горы, как на Марсе. Я вам рассказывала еще в прошлый раз. Но немножко повторюсь, потому что я прошлую информацию тоже получила. Но она у меня немножко увеличилась в размерах. Я там дальше пошла изучать. И вот мне понравились эти красные скалы. Но ведь однозначно они выглядят, как на Марсе. Вот это точно. И это к вопросу не о том, что у них просто вид такой, а это к вопросу о каких-то химических реакциях. То есть какая-то химия произошла на всей планете Марс, а здесь она кусочком только начала происходить. И я решила посканировать все-таки более подробно, опять же, возвращаясь к истории того, как все это произошло, почему эти горы красные, из-за чего все это произошло и почему они похожи на марсианские. И та же информация мне пришла, что горы покраснели, образно так сказать, из-за того, что из них изымали вещество, живую энергию, живу. У нас это называется эфир, живой эфир, живой дух. Кстати, вот высасывается живой дух. Знаете, некоторые фильмы показывают, как там какие-то пришельцы или кто-то высасывает живой дух. В общем, это реально так делается при помощи определенной аппаратуры. И высасывают, как только силы, эти горы меняют состав химический, его цвет. Они как будто высосанные, высушенные получаются. То есть там жизни нет, и пустыня, там вот эта красная пустыня, показатель там, видимо, изменения каких-то химических элементов. И, в общем, вот это действие на планете, на нашей произошло давно. Вы знаете, что на нашей планете есть несколько мест, где есть красные горы, и преимущественно все они находятся на американском континенте. То есть у нас в России таких мест намного меньше. Если вот маленький этот кусочек, он очень маленький, с учетом того, что они добывают вот это вещество для своей жизнедеятельности, для обеспечения своих кораблей инопланетяне. Да, опять и это инопланетяне. Сейчас мы про них расскажем. И, собственно, конечно, им нужно очень много топлива. Это, по сути, ресурс огромный, мощный, который можно добывать с любой живой планеты, где есть жизнь какая-то, любая жизнь растительная, животная, ну, соответственно, биологическая, человеческая, гуманоидная. Если планета мертвая, то там этого не добыть. Возможно, тоже, опять же, не на всех планетах развивается этот живой эфир, живой дух. Видите, а там, где он есть, это огромный ресурс, который используют в жизнедеятельности. И, значит, маленький кусочек они только задели здесь, а потом процесс прекратился и остановился. Мне было интересно, что же такое его остановило, потому что на Марсе его ничего не остановило, процесс всю планету покрыло, и там еще после этого жило много поколений людей в этой марсианской пустыне. Думаю, почему же здесь остановка произошла? Я решила поподробнее изучить историю этих инопланетян, откуда они пришли, почему они добывают это вещество, что там происходило. В общем, я выяснила, что пришельцы эти пришли еще из другой, то ли не галактики, чуть ли не соседней галактики. В общем, они вообще не отсюда, очень из далекого-далекого места. И являются они, являются себя немного не физическую форму жизни, а более плазменную форму жизни. То есть они плотные, они обладают плотностью, но, видимо, плотность не такая, как у нашей физической материальности. Ну, я это увидела, как это все наше смешное слово, к которому издебемся плазмоиды. Типа инопланетянин плазмоид к тебе пришел. Это, конечно, смешно, но, может быть, и не смешно. И это не значит, что они невидимы, это не значит, что они прозрачны. То есть они могут быть материально плотные, перед вами являться так же, как и вы, но, тем не менее, их все-таки химическая форма и изначальное происхождение другой природы. И вот они, значит, оттуда, другой природой, другой формой прибыли в нашу, скажем, галактику. Вот я не совсем поняла, галактика или вселенная. Тут уже не меряешься, вселенная или галактики. Космос так велик, да? Как в нашем фильме «Космос так велик». Фраза, которую я писала. Вот, значит, пришли они сюда оттуда и заселили здесь множество созвездий. То есть у них здесь образовались что-то вроде фракции. Я не знаю, как это назвать, вот в разных созвездиях. Но вы понимаете, если они уже там заселялись, какие-то созвездия, они осваивали целые солнечные системы. То есть там сразу Солнце, несколько планет. Они осваивали и сразу солнечные системы, и созвездия. Соответственно, поскольку они достаточно давно уже освоили эти территории, у них образовалась такая разность фракции, что вот эти созвездия приятны, к примеру, эти созвездия Арктур, там и прочее, и так далее. То есть они как, ну они, может быть, немножко отличаются друг от друга в силу там уже жизнедеятельности. Я не знаю, это как отличие у нас с вами иностранцев. Там, я не знаю, есть люди в Африке живут, есть там в Америке, есть в нашем Евразийском континенте. И мы уже с вами начали отличаться. Культура, образ жизни, там и прочие моменты, все равно различия присутствуют. В общем, у них тоже эти различия присутствуют. Они не идентичны, не одинаковы. Возможно, эти различия даже физической формы есть, что они там уже отличаются ростом, там формой какой-то. Но, тем не менее, они все являются принадлежащими к одному виду. То есть, чтобы вы понимали, мы, когда с ними будем общаться, либо когда мы с ними общаемся, нам кажется, что это разные инопланетяне, что они там с разных планет, ну они, собственно, так и называются. Но по факту это один вид. Вот это надо понимать. Я такой вопрос о политике возвращаюсь. Вот, в общем, у них там многофракционная система образовалась. Это я так, фракция из какого-то фильма тоже слово взяла. Но образная, не знаю, федерация, как угодно это назовите. В общем, у них разные там разделения. И разные конгломераты. И, значит, у нас на Земле здесь в свое время один из конгломерат, который владел Солнечной системой. В принципе, они здесь на всех планетах были. Это не только Земля. И почему и не только Марс. На многих, ну на всех планетах Солнечной системы они присутствовали. И добывали, значит, вот эту живую материю, живой дух, я ее называю, живое вещество, эфир. Они его выращивают и высасывают. Значит, в силу их формы жизни, я посмотрела там, подсмотрела, да, в книге, я увидела, что их форма жизни, она плазменная, но немножко они в другой параллели находятся. И в силу этого они понимают очень легко, как формируется физическая форма жизни. То есть им этот процесс понятен, как вот создать, ну не из воздуха, там, не знаю, животное или гуманоидной формы жизни, но практически. То есть, кстати, вот к вопросу о Богу тоже хочу вернуться. Тут у многих религиозников возникнет сразу противостояние, что нет, наш сотворил Бог, они какие-то инопланетяне. Но тут и так, и так, правда, я вам объясню, вы должны понимать процессы. Понимаете, это все равно, что вот, к примеру, вы создаете химическую реакцию. Вот вы выяснили, что если смешать два компонента, будет физическая реакция. Можно назвать, что вы Бог этой физической реакции. Но по факту эта физическая реакция существует без вас. Она, в принципе, есть в природе. Вы, конечно, можете ее силам мысли, усилием создать, но это не значит, что она вам принадлежит, и вы автор этой физической и химической реакции. Вы просто ее, собственно, воспроизводите в пригодных условиях, выгодных для вас, там, атомной реакцией создаете, там, еще что-то. Но вы не владеете атомной энергией, она не создана, не порождение вашей мысли. Тем не менее, вы можете ее создавать. Вот примерно точно так же они способны создавать гуманоидную форму жизни и любую биологическую форму жизни. То есть они каким-то образом там смешивают какие-то элементы, я не знаю, как-то это на их форме существования это легко. Но не то, что тавлевую драку, ведь, конечно, этому надо учиться, как у нас там химия и так далее, но это несложно с точки зрения нашего понимания. Вот мы не можем это понять. А у них там как-то смешал какие-то элементы, раз, образовалась какая-то физическая форма жизни. То есть она образуется при смешении каких-то элементов, что логично. В принципе, все в нашем мире, оно формируется за счет каких-то вот смешений элементов, такая магия космоса. Но это не значит, что они прямо владеют нами и сотворили нас как Господь, потому что тут как раз разграничение такого момента понимания Бога. Что для нас Бог это, который сотворил нас из ничего и вообще там, я не знаю, просто придумал существование гуманоидной формы, а до этого ничего не было. Немножко тут вранье, не совсем правда. По сути, гуманоидная форма жизни была и зарождалась, то есть они это по образу и подобию какому-то творили. То есть что-то они там видели, что-то они увидели, потом они поняли, как эти процессы создаются и начали создавать сами эту гуманоидную форму жизни. За счет общих смешений создавали, и они реально, ну как не из ничего, но и образно из пустоты, я не знаю, как это сказать. То есть раз ничего не было, и появился там человек. То есть да, они такие формы жизни создавали. Человека в том числе и разные формы жизни, также животных создавались с целью создания ореола обитания, из которого они, собственно, эту живительную энергию берут. То есть их задача вот эту энергию принимать. При этом, опять же, тут такие разные сказания, тут видите, вот информация по факту, она является фактической, но вот угол вашего психического восприятия меняет ее в корне. Читала я вот книгу, мне что-то понравилось, мне редко нравятся книги, но вот понравилась одна книга. И вот там тоже, кстати, автор писал про то, что инопланетяне создали человечество, он тоже это написал. И он написал, что инопланетяне создали человечество для того, чтобы они, люди, производили энергию любви, благодати в пространство, которые необходимы инопланетянам для существования. То есть они, собственно, генератор созданы для себя. Но, опять же, он описывал, что у людей энергия не крадется, людей не оббирают, люди и так эту энергию вырабатывают. Инопланетяне ее не забирают, а как бы они с ней каким-то образом резонируют что-то, что-то в этом роде. То есть он так раз перевернул там это все в такую степь, что, собственно, мы и так ничего не теряем, прекрасно живем, все замечательно, и как бы никто, ни с кого не вампирит. Но при этом он там сказал, что какие-то боги там вампирятся, людей, а инопланетяне нет. Хотя по факту вот это вот формовое восприятие, что они вампирятся, нас забирают энергии, это тоже неправильно. То есть я хочу, чтобы вы от этих крайностей ушли. Наверное, неправильно говорить, что они там в любви, мы все в гармонии пребываем, потому что мир сложен. И те же инопланетяне создавали нас под определенную цель для себя, потому что они знали, как физическая форма жизни создается. И они ее создавали специально для своих целей реализации, как вот выращивать, я не знаю, как вот вы выращиваете, не знаю, растения какие-то там для питания, пшеничные поля засеиваете, там что-то в этом роде. И опять же, как они эту энергию собирают, тоже вопрос. Потому что, мне кажется, момент сбора энергии, он самый важен, моральный аспект, он важнее всего. И тут эта информация скрывается. Но я немножко сейчас ее получила, я вам расскажу. С учетом вот этой информации, наверное, важно, как они энергию забирают. Не то, что они нас создали, не то, что они создали для каких целей, а как они собирают энергию. Вот это важно. И тут уже вопрос моральности встает. На самом деле все сложнее. И я вас все-таки советую не бросаться в две крайности, что они прям вопиры пожирают нас, и за счет нас существуют. Но и не в крайность, что мы там в любви, благодати, а для них только существуем. Это тоже не так. Конечно, там много такой кривизны есть. Но, в общем, смысл в том, что представьте, что они ученые, сверхоразвиты, интеллектуальные существа, которые научились создавать физическую форму жизни. Они понимают, что физическая форма жизни выделяет определенный эфир, жизненную силу, которую они используют вообще во всем абсолютно. Они используют в кораблях и в строительстве. И у них это вместо нашего электричества. Наверное, можно так сказать, у нас на электричестве все работает, да, образно говоря. Вот у них на этой энергии. И эта энергия, она более совершенна. Соответственно, в их измерении, возможно, в нашем измерении эта энергия не так работает, как в ихнем. Потому что они, в принципе, вроде как физическими расположены, но больше находятся в своем измерении. И в ихнем измерении эта энергия – основа всех основ. И, собственно, они нас сотворили, создали. Вот такой момент как раз. И вполне вот эта вся ботва про то, что Бог создал человека в течение 7 дней, может быть, правдой. Потому что вот Бог конкретное существо, он, может, пришел, реально создал из ничего. И могли быть и боги, у него все равно были кто-то, но он не один был. Ну что, он все там такие... В этом плане есть огромная разница сейчас между божественной энергией, сейчас я объясню, я это много раз рассказываю, и понятием Бога как личности. Потому что Бог как личность существует. Но Бог как личность, ну, стопудово он не один, понимаете. Но он же личность, у него как минимум жена должна быть и дети. Я не знаю, если не дети, то друзья. И потом, если он сотворил физически, для этого нужно целый научный отдел, а не просто он там один. Поэтому, конечно, может, он глава там был всего этого, может быть, заложена была его основа, может быть, он был там... Как вот, кстати, в книге этот автор писал, что люди были созданы по образу и подобию одного инопланетянина, и его была взята генетическая основа. Поэтому, как Бог-отец, он реально нам-отец, то есть он генетически и наша духовность составляет. То есть, может быть, так. Вот. Я не отрицаю ничего, но вы должны понять, что всё не так радужно и по детски. Нам рассказывают, как в детских фильмах, знаете, вот эта Библия, как детские, я не знаю, сказки с картинками. И всё никак я не могу людей из этого средневековья, детсадовского, вывести на более разумный язык, что надо мозгами уже понимать, что мир сложнее, чем нам в детских картинках его рассказывать. Ну, это понятно. Как-то надо уже постараться всё-таки раскинуться и понять. Вот. Но в итоге, тем не менее, по теории можно сказать, что они нас сотворили. То есть, да, действительно нас сотворили напланетяне из ничего, но, тем не менее, мы им не принадлежим как вещи. То есть, нельзя сказать, что, несмотря на то, что они даже нас сотворили, что они даже сотворили формы жизни конкретных, скажем, насекомых и животных, может, растений, им это всё не принадлежит. И ещё вот такой момент хочу сказать, тоже вот вопрос возникнет. Как они сотворили животных? Они продумывали каждую деталь, животные и так совершенные. Ну, в плане как совершенные? То есть, если мы посмотрим на животный мир, мы увидим, что он весь взаимосвязан. То есть, любое животное, любое насекомое находится в экоцепочке тесной всего мира. То есть, если мы истребим какой-то вид животных или насекомых, то будут большие проблемы на планете. Вам кажется, что для того, чтобы создать такую сложную экосистему, нужно всё продумывать, как нам в фильмах показывают люди наши, думать с головой, что надо программировать каждое животное в поведении, там, где у него ошибка, где не ошибка. Но на самом деле это не так делается. По сути, это химическая реакция. Но вот вы, когда химическую реакцию создаёте, вы знаете, какой там возникает при смешении двух элементов, третий элемент появляется. Вы знаете, какой элемент. Но третий элемент, который появляется, он появляется по своим законам, уже существующим. То есть, по сути, законы третьего элемента, его существование уже заложены. Если вы там третий, четвёртый, пятый элементы создадите, дополнительные элементы создадите, они всё равно уже в природе существуют. У них уже есть правила существования, у них уже есть свои законы, заложенные изначально в самом химическом веществе. Поэтому они, может быть, эти смешанные вещества создают биологическую форму жизни, но её принцип существования, её программа, ну, может быть, базово они даже не могут быть, а точно программируют, но вот сама, как бы, структура существования, она заложена в основе вещества, из которого мы были сотворены. То есть, вот этот Святой Дух, вот эта Божественная природа, про которую мы говорим, изначально мы являемся детищем того материала, из которого нас сделали, а этот материал является порождением Вселенной. Поэтому, по сути, можно сказать, что мы никому не принадлежим, несмотря на то, что они нас создали, мы не являемся их вещью. И, собственно, не способны без них существовать. Но, тем не менее, не факт, что, и даже не то, что не факт, физиологическая жизнь, биологическая, однозначно существовала вне инопланетян. То есть, они просто её наблюдали, увидели и поняли, как она устроена, поняли, как она создаётся. И начали создавать какие-то виды. А по факту, конечно, это всё без них существовало, потому что природа и Вселенная это создала уже. Они просто повторяют. И, собственно, в силу того, что они начали создавать на многих планетах, заселять формы жизни для того, чтобы вырабатывать эту энергию, они её собирали. Собирали по-разному. По-разному они собирали в силу того, что у них вот разные фракции. Понимаете, там, как и везде, во всех обществах есть разделение на мнение, как же следует обращаться там с энергией, с людьми там и так далее и тому подобное. И, конечно, мнения у них делились. И вот в зависимости от деления мнения разное начальство было, разные владельцы, землевладельцы были разные, скажем, у нашей планеты, у Солнечной системы. И эти разные землевладельцы вносили свои правила, как они считают. Ну, там, наверное, может быть, не просто от правил зависело, может, зависело даже элементарно от их возможностей финансовых. Да, но это я образ уже переношу на наш мир. Но, к примеру, у них же там тоже какие-то ресурсы ограничены. Кто-то может, кто-то не может. Опять же, моральные качества, да, вот, как у нас тоже. Кто-то по-доброму с животными относится, кто-то заботится о них, а кто-то издевается и живодюрит. То есть, ну, вот у них точно такое же там деление присутствует, всё, собственно, что там, то и здесь. Вот. И первичная, последняя известная фракция, я их так называю, не знаю, которая владела нашей планетой, была, наверное, те, кого называли ануннаками. Их называли злодействами, зловещими. Но на самом деле они были представителями той же абсолютной цивилизации. И они не то, что были зловещими, но у них принцип развития немножко был другой. То есть, они вместе с людьми сидели тут на планете. И люди всегда их видели и знали. Боги жили среди людей. Но, образно говоря, не непосредственно, конечно, в деревне. А, собственно, где-то рядом, там, на Олимпе сидели, например. Вот. И там, по факту, они действительно там находились в своих кораблях. И фактически управляли, руководили всеми процессами, которые здесь были. Назначали каких-то там старших представителей. Создавали каких-то форм, типа, людей, типа, там, кого-то ещё скрещенного, а-ля животный человек, там, кентавр, ещё что-нибудь. Ну, или какие-нибудь высокорослых людей, которые контролировали других людей. То есть, они вот генетические разные формы могли создавать. И некоторые формы создавались для церберного контроля. Я, образно, так называю, охрана, там, не знаю. Ну, то есть, они созданы не для того, чтобы генерируют энергию, а для того, чтобы следить за людьми. Поэтому я полагаю, что, в принципе, вот эти известные нам боги, про которые говорят, скорее всего, были созданы для тоже контроля управления людьми, возможно. Может быть, это и были те же самые, эти аннунаки, образно говоря, которые прилетели с других планет. Но я, кстати, просканировала эту историю. В своё время они покинули планету, и я увидела, почему. Но я просканировала эту историю. У них там было своё восприятие того, как они должны руководить вот этими процессами. В общем, они считали, что людей надо ставить на место, им показывать всегда, где их место, чтобы люди, не дай бог, не забыли своё место, как говорится, и то, чем они должны заниматься. Люди были у них в рабстве, но, знаете, у нас сейчас тоже рабство, только другой формы. То есть они-то не ушли, сменилась фракция. И, собственно, там была другая форма рабства. Но она более открыта была. То есть все всё знали, кому подчиняются, кому служат. Противостоять этим богам было невозможно. Уровень их технологий просто бешеный, уровень интеллекта зашкаливает. Мы, в принципе, их понять не можем. То есть вот я это всё переношу в наше понимание, просто чтобы наш мозг понял. Но, наверное, там всё сложнее гораздо. Но, тем не менее, вот общие вот эти моменты, они вот присутствуют, как в нашем понимании, и что-то мы понимаем. Но, знаете, это насколько может, я не знаю, животное понять человека. Но какие-то социумные моменты, на удивление, даже животное может понять, потому что у них та же там самая батла. Они там ухаживают за самками, не знаю, борются за лидерство. У нас это тоже присутствует. Поэтому где-то у нас какие-то схождения есть в понимании с ними. Вот, можно их понять. И, в общем, вот эта фракция руководила таким образом. Я в те времена даже опустилась, посмотрела, вернулась в прошлое. И в какой-то степени, вы знаете, было лучше, чем сейчас. В какой-то хуже. Лучше было в той степени, что вот очень ясно там было подчинение тем богам, настолько понятно, и не было в людях, наверное, разносказаний. Типа, я имел в виду это, то сказал, у меня раздвоение личности. То есть все понимали, кто за кого. Были те, кто служил богам просто самоодачей исполнейшей. И служили богам, а не себе или личной выгодой. Ну, или иллюзии личной выгоды, по крайней мере, не было. То есть все понимали, что люди были созданы, чтобы богам служить. То есть их для этого создавали. Последствия, я увидела, была война богов и богов между фракциями. Реальная война была, перестрелка. В общем, вот эту фракцию, которая называется Анунаки, ее выгнали. Их выгнали все. Но, видимо, там отвоевали территорию, выгнали. И, собственно, кто-то остался, кстати, из них. Там несколько антивитов, пару существ осталось. Они все еще здесь пребывают. Какие-то здесь мертвые, кстати, тела. Они крупнее нас размером, что ли. Вот они более крупные. Поэтому очень ощущается. И новая фракция прилетела. Новая фракция прилетела, установила свои новые порядки. Значит, новая фракция, как я просканировала относительно других, мне просто было интересно, относительно всех там существующих, она, короче, не самая крутая. Видимо, такая захолустная, деревенский, там, не знаю, какой-нибудь там простой землевладелец, не супербогатый. В общем, он захватил эту землю. Может, вот землевладелец правильно в единичном лице, поэтому бог. И с этого момента началась, собственно, другая религия, другая культура. Нам все перечеркнули, истории перечеркнули, все, что существовало, не существовало. Вот у нас сейчас вот история, единый бог, единый хозяин, владелец, собственно, ему подчиняетесь, он ваш начальник. И они по-другому, видите, ведут свою политику. Они считают, что людям не надо показываться. Ну, не то, что не считают, не надо. Не хотят показываться людям. Пусть люди думают, что они сами тут свободны. Создается иллюзия свободы. По факту тот же самый тотальный контроль и рабство, но иллюзия свободы. Но рабство как, опять же, они контролируют, я увидела полностью, систему эволюционного развития человека. Я так понимаю, для сбора энергии человек должен находиться на определенном уровне существования своего. И если мы развиваемся, а у нас есть эволюция, мы как цветы, короче, растем, распускаемся, потом у нас там ягодки, да, сеем эти ягодки. В общем, ну, физиологическая форма жизни, она имеет свои свойства. Физиологическая форма жизни, она вырастает, зреет там, сеет семена и рассеивается. Ну, вот у нас такая как растительная, типа основа природы, образно так сказать. И для нас созревание – это вот это духовное как раз просветление, там, я не знаю, пробуждение, в общем, сверхспособности – это созревание нашего вида. И по какой-то причине это созревание невыгодно, но я думаю, что даже не по причине того, что мы не будем выделять энергию, а по причине того, что мы становимся, может, опасны, или нас сложнее контролировать, или в дальнейшем просто они теряют эти семена, мы там улетаем с планеты, короче, и некому, опять же, энергию генерировать. И, в общем, для этого они создали целую систему подавления нашего развития. Видите, кстати, вот я видела плазменных сетей, типа плазма, но я не уверена, что это из плазмы эти сети, я просто их образно называю плазменными, в данном случае не придирайтесь, что они не плазменные, а электромагнитные, еще какие-то. Я просто увидела, что эти сети, они не на тонком плане, они физические, но из какого-то материала менее плотного, который не виден глазу. И вот создаются сети целые на планете огромные, которые подавляют наше интеллектуальное развитие. То есть я тоже муж спрашивал, как можно контролировать все наши мысли, но непосредственно же они это не делают, там автоматизированные системы. Я лишний раз говорю вам, ребят, никто лично не сидит, ваши мысли не затыкают. Везде работает автомат. Они же все-таки интеллектуально растут существа. Поймите, уже все вот это просчитывается. А очень просто. Ваш мозг, когда активность особой проявляет, у него волны там выделяются. И эти волны, они достигают определенную амплитуду. Ну скажем там, это я образная, опять же, частота там сколько-то герц. Ну это примерно 20 герц. И вот, допустим, если ваш мозг начинает функционировать на амплитуде выше 20 герц, он тут же подавляется за счет автоматизированной системы. А в вашей голове это выглядит так, что как только вы пытаетесь о чем-то думать, о грандиозном, глубоком, у вас тут же упадок сил, депрессия, вам плохо. Или о чем-то, допустим, вы умным начинаете думать, у вас башка начинает болеть, ничего не получается. В общем, как только вы начинаете думать о чем-то стоящем, реальном, глубоком, интересном, интенсивном, высокопарном, вам тут же становится плохо, и вся мысль останавливается, она как будто обрубается. Потому что энергия, которая шла на эту мысль, она обрубается. И, собственно, ваши мысли дальше не функционируют. И вы думать уже далее не можете. И таким образом человек поддерживается определенным эволюционным уровнем развития, деграданский, он не может выйти за пределы этого диапазона. В общем, этих сетей полно разных, они разные. То есть это вот одна сеть, там еще установлены какие-то летательные аппараты, контроль на каких-то вышках, в том числе частотные обработки, да. И они с точки зрения там вызвать у людей какие-то негативные проявления, скорее вот частотная обработка, она делает с точки зрения направить человечество в какое-то развитие, чтобы убрать какие-то опасные веяния. Опасные веяния, они считают те, которые способны принести им угрозу или угрозу ихнего бизнесу. То есть если ваша какая-то жизнедеятельность способствует тому, чтобы вы вырабатывали меньше энергии, меньше им подчинялись, то это опасно. И, соответственно, они вот подавляют это по-разному, поэтому системы автоматизированы много разных. Я вот про эту сеть сказала, потому что она основная, наверное, это планетарная сеть, которая контролирует именно активность мозга. Соответственно, есть там и другие формы, подавляющие еще непосредственно, направляющие конкретно ваше мышление в какую-то сторону. Но есть люди, которые непосредственно на них работают, которые знают об их существовании, на них непосредственно работают. И есть люди, которые сопротивляются этому и желают жить свободно. И вот тут как раз вопрос такого духовного стояния. Хочу вам сказать, что у них нет цели нас именно подчинять как рабов, чтобы мы там, как эти, ползали в кандалах. К примеру, у них есть цель, скажем, поддерживать функционал нашей жизнедеятельности. И вот их попытка ограничить определенное наше проявление вызвана их опытом уже с другими предыдущими расами человеческими на других планетах, которые пытались бастовать и бастовать. И, собственно, небезуспешно некоторые цивилизации смогли отбить свою независимость от них благодаря развитости технологий. То есть некоторые человеческие цивилизации смогли развить технологии, несмотря на все эти формы подавления, до такой степени, чтобы мочь дать им отпор, как только они чувствуют, что опасность, ну, люди представляют опасность и действительно дают им серьезный отпор технологический, они отступают. И, в общем, несколько цивилизаций человеческих действительно обрели свободу, и свободу существуют в космосе. И они независимы. А есть те, которые, конечно, под их гидой их не находятся до сих пор. Наши собратья, кстати, помимо нашей планеты, есть много других планет наших братьев и сестерок, где также живут люди, как и мы. Могут в несколько тысяч световых лет от нас, но также существуют. Но, тем не менее, они под захватом, так же, как и мы, могут быть под захватом разных фракций, поэтому под разной культурой при разных условиях они существуют. И, имея опыт вот этих вот отвоевываний человеческой желания свободы, они уже какое-то приобрели знание того, как людей стоит подавлять. То есть, чтобы понимали на сегодняшний день вот эти формы подавления человека, они вовсе вызваны не тем, что они конкретно хотели нас так подавлять, а скорее механизмы безопасности, которые они предусмотрели, глядя на других, таких же, как мы. То есть, они видят, что вот так вот люди поступают, они уже, у них механизмы безопасности срабатывают, что всё, вот здесь в данном степени мы уже не позволим таким вот моментом развиваться. То есть, мы, понимаете, мы должны быть ещё лучше предыдущих. То есть, если они как-то их могли обойти, обогнуть, то нам нужно быть ещё умнее и ещё хитрее, чтобы опять же обойти, обогнуть. И, в общем, вот эта война за свободу человечества, она, в принципе, идёт с давних пор. И, ну, тут такой глубокий вопрос, опять же, вот элементы подавления человека связаны конкретно с тем, чтобы избежать освобождения человечества от них. А в остальном они поддерживают функционал жизнедеятельности человека, общую жизнеспособность, то есть у них нету цели страданий там человеческих, прям, чтобы люди все страдали. Скорее, это воспитательные какие-то цели. Значит, вот эта новая фракция, она, кстати, достаточно свободная. Она предоставляет очень много свободы человеку. Это как в репополитической партии. Вот они позволяют людям самостоятельно развиваться в определённых диапазонах и рамках, если люди не приносят вреда планете особо сильного и не вредят их имуществу. А планеты — это их имущество. Вот если люди сильно там вредят имуществу, то они периодически организуют зачистки населения человеческого для создания новой ветки человеческого рода. Собственно, что они и грозят. Нашей планете, я увидела, через 200 лет они готовят очередную зачистку, потому что люди тут, типа, оборзели, обнаглели планеты, разрушают, всё портят, и, в общем, пора их подзачистить. Но тут тоже такой тонкий момент, хочу сказать про это. Кстати, об этом нам сообщают люди с других планет, которые передают нам информацию, что, типа, они приняли такое решение, будьте готовы, готовьтесь, и подготавливают людей здесь к тому, что, говорит, идёт вот эта катастрофа, война и прочее. Лет через 200 они нас уже оттуда подготавливают, то есть многим людям это внушают. Ну, не внушают, а не внушают, неправильное слово. Передают эту информацию и подготавливают человечество к той трансформации, которая совершится. Но тут тоже, знаете, такая тонкая грань, потому что я общалась с людьми, которые были свободны, которые свободны, отвоевали свою свободу, и они говорят, что люди, в принципе, между собой никогда не воюют. Мы, говорит, живём в мире абсолютно, у нас нет войны, мы не ненавидим друг друга. Все эти противостояния человечества, все эти войны и прочее, порождение вот этих вот инопланетян господ. Не то, что они специально эти войны сталкивают, но, возможно, у них там намерение как-то сместить форму развития человечества, как-то повлиять. И в итоге люди поделились на два фронта. Это один фронт, который богам служат, как собаки, и готовы всё делать, что им скажут. И второй фронт, который нет, мы же свободны, мы не должны как собаки им подчиняться. И вот все эти два фронта воюют. У нас всего две стороны. Здесь добро и зло, которое называется, на этой, как говорят, духовно создалась дуальность, наш разум разделился, там это всё так духовно расписывают, а по факту реально две стороны существуют. Это мы и вот эти инопланетяне. Вот эти две стороны есть, и, собственно, они вот у нас инопланетей, и вот вся эта война между ними. Всегда вот две стороны. Запомните, что бы там ни было, какие бы страны не воевали, какие бы войны не происходили, какие бы люди не ссорились, просто-напросто не ругались, они ругаются только из-за двух сторон. Кто-то, как собака, служит богам, а кто-то, соответственно, говорит, нет, я свободен, я хочу жить свободно, давайте мы будем друг о друге заботиться о людях, за человечество, за людей, но не за систему, за порядок, и за то, что нам внушают, что правильно является, а что нет, это делают боги. Вот, и все противостояния нас только на этом. Если мы исключим этот фактор, уберём, выкинем вторую силу из нашего дома, то у нас мир будет к гармонии и доказательством тому человечеству, который освободился, они рассказывают, что... Я тоже об этом думала, что как могут люди сами с собой воевать, сами себя ненавидеть, сами себя грызть, и говорят, вот человек такой плохой. Но это, знаете, арабское, опять же, внушение, это тоже их такая тема, которая не вбивает нам в голову, это просто вы такие, вы засрали планету. А реальность такова, что, скорее всего, результат, к которому мы сейчас пришли, что люди засрали планету, там воюют, это, скорее, результат их неграмотного руководства человеческими жизнями. Вот так вот. Возможно, они, во-первых, вряд ли там уникают нашу культуру глубоко, вряд ли они понимают. А, знаете, как человек такой, в лес муравейник такой поднял, о, муравейник, и пол муравейника снес, и там муравьи такие в панике носятся, короче, пытаются личинки перенести, такие, о боже, наш муравейник снесло, такой человек, о боже, что-то они разнервничались, эти муравьи вернули, и я им обратно там кусок земли им кинула, а они там сутки перестраивают этот муравейник, меняют местами, всё переставляют, у них паника. Вот примерно, знаете, так, наверное. Я не к тому, что они тупые, конечно, они очень умные, но тем не менее, они не сведущие, конечно, в наших внутренних вопросах, и вряд ли они в этом заинтересованы, вряд ли их интересует. Их скорее, как разведение животных, главное, чтобы мы жили, росли, выделяли энергию, а то, что у нас там какие-то глубинные проблемы, я думаю, вряд ли их это интересует, и они даже не понимают этого. Соответственно, они там поднаправили, тут поднаправили, а лишний раз, вот когда вот ты тыкаешь и меняешь, а у нас же, понимаете, у нас же там природа есть, у нас есть наши биологические потребности, у нас есть потребности, общая система, экосистема, есть такое понятие экосистема, взаимосвязь. То есть, если ты что-то в экосистеме меняешь, то вся экосистема, короче, как карточный домик разрушается. У нас есть такие понятия, что если вмешаться в наш социум и что-то там поменять, то у нас всё как карточный домик полетит нафиг. И нам нужно все перестраивать, и у нас начинается паника какая-то с этим муравейником. И я думаю, вряд ли их это особо интересует. То есть им нужно поправить. Они поправились, смешались там, смешались тут, а у нас взрыв, взрыв короче, войны, противостояние. Они это делают просто с позиции личной выгоды, что вот им нужно контролировать наше развитие, чтобы мы с вами там не вышли за рамки дозволенного ими. А по факту происходит здесь то, что происходит. Я к чему вам объясняю, чтобы вы четко понимали, что у них нету цели прямой разводить войны. Опять же, не к тому, что они прям добрые такие. Может быть, они знают, что будет война, и они думают, что пусть она будет, и фиг с ней, зато там будут перетряски выгодные нам. Но они не понимают всего процесса. То есть у них нету намерения осознанно, с полным пониманием привнести столько боли и страданий нам. То есть их это вообще не интересует, по большому счету. И там, если мы как-то найдем способ, как эту проблему решить без боли и страданий, пожалуйста, они нам свободу предоставляют. То есть если мы можем их не политические, не знаю, психологические проблемы решить насаждением каких-то систем, правил здесь, контролирующих людей так, чтобы меньше было войн и страданий, пожалуйста, ради бога. То есть нам это не запрещено. Подстраиваться под систему нам не запрещено, а наоборот все это приветствуется. Все только это за. Вот, чтобы вы понимали, они не такие вот зловещие там какие-то захватчики. Просто у них есть конкретная цель. То есть чтобы вы не выходили за пределы барьера, например. Вот есть барьер, все. А у нас есть природа, наша экосистема. То есть если нашу экосистему, природу смещать как-то, то у нас начинаются проблемы по всей экосистеме. И когда вот они что-то тронули, там тронули, тут тронули, у нас тут волна проблем такая нахлынула на нас, войны, там страдания. И когда это уже переходит всякие границы, и видно, что у нас там мы никак не придем в себя, просто какой-то хаос, какая-то хрень, они такие, ну мы сейчас зачистим, заново создадим, и заново опять все пойдет. То есть вот у них такая стратегия. Топорная, глупая абсолютно, но, как сказать, глупая с точки зрения нашего, выгоды нашей жизни. С точки зрения их жизни очень легкое, удобное и грамотное решение. Потому что, собственно, что им наши проблемы влезать, нас, их не интересуют наши проблемы. А наше желание вечно освободиться и быть свободными, но их тоже не интересует. Но мы как мураши, знаете. Это есть такие, по-моему, у муравьев такая же тема, или у каких-то насекомых. Если их посадить в банку или ограничить пространство, они будут очень долго страдать там в этом пространстве. А потом, когда снять эту банку или крышку поднять, они дальше вот этого ограниченного пространства не смогут выйти. Они уже запрограммировали, что там вот этот квадрат есть, и они по этому кругу квадрат уходят. А за пределы не могут, хотя уже стен нету, их убрали, можно ползать, пожалуйста, убегай. То есть вот у нас примерно такая же система, конечно, по-разному нас контролируют, но тем не менее, они вот вмешиваются. То есть они не зловещие, великое зло, но они для нас, наверное, абсолютное зло, потому что, вот, кстати, я вам хочу эту грань очень хорошо объяснить, потому что вот это понимание, оно определяет все. Они для нас зло, потому что какие бы они добрые и прекрасные ни были, они хотят, чтобы они были нашими хозяевами, а мы были их служащими. И мы как форма жизни любая, имеем право и желаем быть свободными. И поэтому они с нами, когда общаются, входят в контакт или разговаривают, они не хамят большинство. Там есть, конечно, хамство и быдло тоже, наверное, среди них есть, но большинство своем они разговаривают очень культурно, очень грамотно. Говорят, что человечество, вы должны обратить внимание на свои какие-то проблемы, но все это чушь собачья, потому что мы должны обратить внимание на их проблемы в нашем обществе, а на свои реальные проблемы мы никогда не должны обращать внимание, их это не волнует и более того, их это злит и пугает. Вот, поэтому там такая четкая грань, что люди-контактеры, вступающие в контакт с этими разными фракциями, инопланетными разными созвездиями. Здесь я точно не знаю, ребят, вот, начнусь спрашивать, правда ли, что все созвездия, с которыми мы общаемся, это представители одной цивилизации. Не могу точно сказать, потому что, во-первых, их нельзя назвать непредставителями этих созвездий, потому что они на них прожили, наверное, большее количество лет, чем мы существуем, поэтому их можно однозначно назвать арктурианцами, глядианцами, там, сириусианцами и прочее, но есть такая вероятность, что все они это пришельцы, которые многими, не знаю, миллиард, сексилиард лет прилетели с другой галактики когда-то и заселились. Есть такая вероятность, там же уже и люди, там же другие формы жизни, и сейчас эти созвездия наполнены людьми, наполнены другими формами жизни, наполнены и имиджа, но вот эта контролирующая сила принадлежит одной цивилизации, разными фракциями, разными условиями, но одной цивилизации, чтобы вы понимали, все вот это вот работает именно так. И, соответственно, когда мы с ними общаемся, они не агрессивны, не злобны, они ненавистные враги, как все думают. Это, вот, кстати, огромная ошибка, гигантское заблуждение. Люди-контактеры с ними общаются, и все выглядит так красиво и прекрасно, что они думают, что действительно о них заботятся, их любят. Их старшие братья, и они только о них и думают, но, правда, немножко в другом. Видите, что, может быть, они и реально заботятся о людях, но заботятся с точки зрения, как вы заботитесь там о своем посеве. Вы же не хотите, чтобы у вас завял весь урожай, да? Вы там заботитесь. Кто-то более гуманно, действительно. Кто-то эти колоски там взращивает с любовью. Вот вы в саду посадили у себя лично там, я не знаю, растения. Вы же с любовью там окучиваете эти грядочки, любите весь свой огород, там, например, цветы там сажаете, любите. Ну, к примеру, это, конечно, неподходящее сравнение, потому что все-таки цветы, они растут на одном месте, и растут как растут. Тут людям ограничивают рост. Но просто, чтобы вы понимали, где-то так это сравнить можно, что вот кто-то с любовью эти грядки окучивает, кто-то просто комбайном бездушно там, да? Кто-то вообще там хамски еле-еле завивает поле, оно вянет, они его там поливают иногда и просто выжимают все соки. То есть, да, разность это есть, и разность это в общении есть, и во взаимодействии эта разница есть. Все это чувствуется. И разные общества созданы на разных планетах с людьми, где они контролируют людей. То есть там закон таков, по крайней мере, у нашей фракции, я думаю, не все фракции настолько открыты. Наши фракции, видимо, так считают, что если вы найдете способ контролировать себя сами, так, чтобы у вас не было проблем, пожалуйста, мы для вам все средства для этого дадим. То есть мы тоже не заинтересованы в том, чтобы у вас были проблемы, в том, чтобы вы вечно страдали, там воевали и друг друга мочкали. Но, видите, нам нужно вот такие-то вмешательства, можете вы совладать сами с собой. И некоторые люди находят такие механизмы, жесткие достаточно, вот как вот я пляцца-то называю, но эта система, она, кстати, используется на ближайших других планетах, в том числе и на Венере. Используется эта система контроля, управления тоже достаточно жесткая, где вот разные социумные эксперименты, где, допустим, жестокий отсев. Вот у нас на планете пока идет у человечества огромный спор насчет жестокого отсева. Там американцы все предлагают различные фантазии на этот счет, как могло бы быть, но пока мы и против, и у нас сопротивляется вот наш славянский народ, особенно против вот этого отсева. А есть те, кто выбрали это направление, жесткий отсев, и, кстати, очень многие, где, к примеру, если ты против, то тебя убивают, и проблемы нет. Все, кто за, спокойно, мирно сидят. И в итоге на планете наступает мир, такой определенный, но, образно говоря, потому что всех, кто против, или какие-то это, их сразу убивают, там пытают, мочкают, таблетками пичкают, там или, допустим, вкалывают какие-то психотропные вещества, а что они ходят уже это, и все, и проблемы нет, понимаете. И вот так существуют тоже многие планеты, у них нет проблем, у них замечательное общество, у них прекрасное, там вот на Венере, допустим, у них прекрасное, допустим, там государственное устройство, красиво, все чинно, великолепно, практически войн нету, практически нет агрессии, насилие, можно сказать, мир, но мир этот под, соответственно, вот дудку, тут тоже, вот видите, такой тонкий момент морали, многие скажут, лучше так, чем по-другому, но, видите, тут мораль, конечно, человеческая такова, что мы делимся на тех, кто боится, и тех, кто все-таки готов жизни дать за свободу, и могу сказать, что свободное общество людей однозначно существует лучше, потому что у вот таких обществ жестким отсевом прекрасный верх и очень черный низ, потому что они стоят на костях всех убитых, кто был несогласен, и жестоко убитых, и просто там, когда вся правительственная система так нацелена, выслеживают этих людей, тут же убивают, то, конечно, там всем другой разговор, и всем другое общество. У нас на планете против этого, и более того, мы боремся за свободу, то есть мы надеемся освободиться, мы в надежде, поэтому у нас это борьба, у нас эти войны, вот почему у нас эти войны, кстати, вот те, кто бы сдались, уже бы служили этим богам, служили, опять же, просто отдавали бы свою энергию, не развивались выше какого-то уровня, но жили в хорошем, благостном, ну, как Европа, да, в принципе, нас к этому призывает, в Европе более-менее такое общество создалось, а в России как раз-таки наоборот, противостояние, попытка за свободу, поэтому у нас проблемы вечно, поэтому вечно деремся, поэтому вечно сражают, все нас нападают, нападает на нас система, потому что она хочет нас заткнуть, заткнуть, а заткнуть как государство нас нельзя, вот, кстати, в чем проблема, еще такой момент, если бы мы были бы не как государство, а как отдельные индивиды, разбитые по всей планете в разных государствах, которые захвачены системой, то система нас мочканула бы, вот как в Европе, такие же люди тоже есть, это вопрос не про славянство, а про этот ген сопротивления, и, собственно, система же их просто-напросто изнасилует, выкинет и выплюнет, и они ничего, как единицы, мы сделать не можем, создавать восстание против, это тоже целая история, опять же, государство, там военные, мочканут вас, заткнут, лишат всего, и опять же, вы заткнетесь, но, когда на вашей стороне есть государство, военная сила, военная мощь, сложнее уже подавить, такие люди все скапливаются, они все собираются, здесь конгломераты образуются, под защитой государства, под защитой военной мощи, есть сила какая-то, и вот это государство надо любой ценой сломать, его нужно уничтожить, что же сейчас вот вся эта рософобия, ненависть к русским, уничтожить их, уничтожить, потому что, ну, приказ от господина пошел, собственно, потому что, понятным причинам, что мы пытаемся там разработать какие-то технологии, что-то бороться мы там пытаемся, как-то с ним, пока у нас еще технологии, точно могу сказать, не позволяют с ним бороться, но у нас огромное движение сопротивления, я это точно знаю, потому что я в нем состою, я вам говорила до начала спецоперации, что я уже в этом сопротивлении участвую много лет, и всю свою жизнь не я одна, огромное количество людей, понимаете, без государственной власти нас раздавят единичные, нам нужно хоть какое-то государство, которое будет иметь военную мощь, чтобы защитить, и однозначно там выставлять нас всякими уродами там будут, и все это разворачивать, переворачивать, потому что смысл в том, чтобы людей изнутри натравить, сломать нашу систему, как угодно, но как только мы лишимся государства, как только заменят там власть наше государство, или кто-то, или развалится вот эта государственная система, все, нам конец, понимаете, конец всему сопротивлению, Без государственной системы у нас просто не будет сил поднять какое-то противостояние. И поэтому вот это наше противостояние, на самом деле, это очень серьезная история, вся происходящая сейчас. Это не политика мира, это политика планетарного масштаба. Мы хотим освободиться от них. И я вам серьезно говорю, что люди, которые свободны, они живут прекраснейшим образом. Никто никого не убивает, воин там нет, полная любовь и гармония, ни под кого не подстраиваемся. И просто видя пример, к чему мы можем прийти, я готова воевать и за это идти. Грубо говоря, теми методами, которые я могу. То есть мне вот все понятно, я много раз вам говорила, вся эта война, все происходящее, мне кристально ясно понятно. Я знаю, что люди этого не понимают. Они не видят, кто за кем стоит, кто кем управляет, кто кем курирует. А вот этим воинам уже много-много сотен лет, и все эти войны только за одно, а не только за свободу, освобождение от них. И этим воинам дохрена тысячелетия, а государственность пыталась сохранить себя. Разные были государства, которые пытались воевать за то, чтобы сохранить свою силу, противостояние, иметь свою свободу, свою волю, свой выбор. И, собственно, не только сейчас происходящее событие. То есть этому уже миллиард лет, я не знаю, сколько лет уже тому, что мы воюем. И посему, да, это войны, да, это убийства, кровавые, жестокие, потому что они готовы решать эту проблему самым кардинальным путем. Их совершенно не волнуют наши переживания и страдания. Поэтому им наполевает что-то, там люди умирают и так далее. А у нас получается по-другому никак не решить, потому что тех собак, которые они отравляют, они натравливают этих собак на смерть. То есть они натравливают убить, уничтожить. То есть там вопрос за выживание идет. Это не такой момент, давайте мы не будем воевать, давайте мы договоримся. Это все равно, что Ротвеллеру сказали фас, он собака просто бездумная. Он бежит, и он вас убьет. И вы будете с ним договариваться, с этим Ротвеллером, ну что вы с ним договоритесь, он вас даже не поймет. Вот это то же самое. Эти собаки, они даже не понимают, они вообще не понимают. Им там какую-то мысль внушили, что мы там за демократию, за правду, там за что угодно им это внушили. Но они просто собаки, это животное же. Ну что с животного взять, у него нет интеллекта. А разумный человек ему не может объяснить, что ты служишь плохому хозяину, что он зло, что он тебя же там потом выкинет. Ну образно говоря, а может и не выкинет. Может быть они согласны на такую жизнь, как вот на некоторых планетах наших соседей, да, где там просто вот неугодных убивают, тишина, молча так забирают, убивают, а потом его просто не было. А все остальные живут в мире. Вот как это в Европе, да, там все вот на Европу гонят, что она бездушная, но не бездушная, именно они продают свою свободу. То есть оплата за это, это свобода. Они никогда не будут думать, задумываться о свободе, никогда не будут задумываться о том, что они на что-то способны. И в случае, если кто-то будет угрозой, то есть человек за свободу, за человечество, за людей, они его первые сдадут и убьют. То есть они первые же этих людей будут сдавать и убивать. Но внешне будет все красиво, они не будут ни в чем нуждаться, у них все будет прекрасно, потому что все эти ресурсы, все эти богатства, это все равно они выделяют, понимаете, если они захотят, чтобы у вас не было ни ресурсов, ни богатств, это все быстро прикроется, они вот с Россией-то воюют, невозможно, понимаете, заткнуть, потому что здесь земля большая, возможно, и то там через людей морально разлагают, через внутреннее состояние, люди здесь типа отвратительно ведут, ничего делать не хотят, ленятся там посылать, ну то есть все равно эта работа идет. И, в общем, в этой войне уже много сотен лет, и как бы я в этой войне уже давно, но у нас есть шанс, понимаете, оно того стоит, сколько бы жертв мы не отдали, было бы глупо сейчас остановиться, чтобы это все не было бы напрасно, надо продолжать все равно за свободу человечества, что когда-нибудь мы будем вспоминать это, живя в мире, в гармонии, когда-нибудь мы к этому миру придем. Ну, я, собственно, свою сторону выбрала, да, я не живу в страхе, я живу в любви за человечество, за человеческий род, за нас, вот, но остальные тоже, я к чему это говорю, что вот эти вот образные собаки, они делают это свой выбор тоже в большинстве самосознанным, то есть им считаем, кажется, что да, мы будем служить богам, но так будет лучше, чем мы будем там воевать и какие-то жизни отдавать, жертвовать собой, там, неизвестно, когда победа, вот, то есть, как вы понимаете, да, то есть вы как человек, какой бы вы выбор приняли для себя, понимая, что происходит, собственно, они тоже такой выбор принимают, и вот у нас деление, всегда эти две стороны несчастные. Но, тем не менее, я хочу вам объяснить это для того, чтобы вы понимали, что все сложно, что с одной стороны эти инопланетяне нас создали, с другой стороны, они не являются нашими владельцами, с третьей стороны, им от нас явно нужна выгода, с четвертой стороны, они вроде имеют на это право, а вроде и мы имеем право на свободу, и тут такой момент, что есть боли с любовью, которые есть, боли с агрессией, и вот оно все разделилось на множество разных инопланетян, множество разных теорий, множество разных мыслей и отношений людей, вот они все, вот эти истории и теории, вот они все разделились в понимании одной вещи, потому что им сложно понять, а вещь очень проста, собственно, вот это безразделение, вы за людей, за человеческую свободу готовы без страха пожертвовать собой во имя будущего нашей свободы и счастья, либо вы напуганы и в страхе, и предпочитаете жить под эгидой богов, как бы то ни было, но вот под их защитой. Но видите как, тут можно сказать, что и так, и так обе стороны друг друга рвут, потому что вот сторона этих, скажем, служителей, образно говоря, рабов, они жили бы спокойно, убивая просто всех, кто там инакомыслит, и жили бы спокойно и в мире, и у них не было бы никаких проблем, если бы не мы, грубо говоря, которые постоянно противостояли, которые постоянно боролись из-за того, что мы есть, и мы боремся противостоять, им тоже от этого хреново, потому что в итоге зачистку будут делать для всех, и для этих, и для тех, потому что если там, я так понимаю, переваливает за середину там какое-то количество людей, Если какую-то угрозу предоставляет, человечество уже становится какой-то угрозой, и они видят, что люди уже до чего-то доходят, чтобы реально освободиться, они устраивают зачистку. То есть как только они видят опасность, они эту зачистку тут же устраивают. И, собственно, зачищают всех, в том числе этих рабов. И, конечно, эти рабы, представляете, получается, нас ненавидят, что мы им такой создали, прецедент такой создали. Они бы жили-жили тут как на планетах, на наших соседних, просто в тихушку там убивая, кого не нужно, и молча, ходя по красивым чистым улицам, и жили бы вечно. Ну, не вечно, я имею в виду, ну, как бы нормальных дней не всё было. Не было бы войн, просто в тихую там убивали определённых людей. Либо, соответственно, мы создаём проблемы в итоге и из-за нас, их могут тоже убить, и бои ими довольны, и тоже на них гневаются, и мы столько им проблем создаём. Но, с этой стороны, хочу сказать следующее, что есть такое понятие, как природа человеческая, и, опять же, возвращаемся к экосистеме. И дело в том, что наше стремление к свободе – это всего лишь наше право на сохранение нашей экосистемы. Почему вот у нас русские люди говорят, и Путин, в том числе, всего миру бесит, что мы сохраняем нашу культуру, что вот есть наша культура, наше восприятие отношения к жизни, и их бесит, что она сохраняется. Речь не о нашей культуре, как культуре, речь о том, что мы всё ещё храним преданность природе, экосистеме, что есть природа, есть вещи, которые нас от природы положены, что вот мы, допустим, ну, к примеру, нуждаемся в воде, в пище, в комфортных условиях, в любви, в поддержке, в дружбе, ну, и много других моментов. Это вот я не буду сейчас рассказывать, это законы природы, мироздания, например. И эти законы у нас прописаны в генетике, в теле, во всём нашем. Если мы этим законам не следуем, у нас проблемы начинаются. Мы начинаем стареть, болеть, умирать, депрессировать, контрировать. Ну, то есть всякий вот этот откат от природы, он идёт, понимаете? Это как, вот ещё раз повторюсь, вот у нас экосистема на планете есть, вы истребили какой-то вид животного, и после этого на всей планете начинаются проблемы подцепной реакции. Вот у нас точно так же. Из-за этого мы стареем, болеем, депрессией входим, у нас проблемы с психикой начинаются, у нас там искривление психоз, потому что нам нарушили естественную природу обитания. Им на эту естественную природу обитания наплевать, они могут просто зачистить, новые заселить. Но люди, которые им храбами становятся, служат им, они, по сути, свою естественную природу обитания продают. Они говорят, да, я буду болеть, я буду стареть, я буду с психозом, с проблемами, да, у вас будет насилие, разврат, издевательство, искажения, но это всё будет прикрыто, а внешне будет всё ровно, нас не будет уничтожать, и как бы страшно, да, страх. Нас не будет уничтожать, нас не уничтожат, и, по крайней мере, мы будем хоть так, но существовать. А другие говорят, что такое существование хуже смерти. Аж лучше умереть, чем вот так жить, понимаете? То есть вот в чём противостояние-то идёт. Просто некоторые люди нормальные, они не способны просто, ну как можно продать собственную нравственность? Это всё равно, что сказать, знаете, типа человеку нужна любовь, нужна дружба. Сказать богам это невыгодно. И сказать, что ладно, я откажусь от любви и дружбы, я буду посылать всех друзей, всю любовь, всех, кого я влюблюсь в жизнь, я буду всех посылать в жопу, грубо говоря, жить в одиночестве, потому что богам так угодно, но зато боги меня не мочканут. То есть вы представляете, какая-то жертва, это же жуть, это же психологически, поэтому сломы идут, поэтому насилие, поэтому извращенство, поэтому вся эта Европа в пидргействе погрязла, потому что там уже всё уже, понимаете, уже не то, что нормальность ушла, у них крыша поехала, от того, насколько, не то, что над ними издеваются, но богам просто наплевать на их внутренние проблемы экосистемы, боги не следят за экосистемой, что нельзя вмешиваться в экосистему, как вздумается, надо грамотно смотреть, какие-то последствия с собой поведёт. Но это бы их волновало, если бы их вообще волновало благо людей, оно их не волнует, понимаете. И по факту вот такая история создаётся, вот такая картина реализуется, что у людей крыша едет, съезжает психика, там что только не происходит в головах, во что только люди не превращаются. Но это болезнь, это уже заболевание, это уже нравственное заболевание. Но всё ради того, чтобы боги не прогневались. Но когда мы на такое смотрим, мы думаем, господи, что стоит, чего это стоит такая жизнь? Она ничего не стоит в итоге. Такой человек, и он, по сути, как мёртвый при жизни зомби, понимаете, он при жизни уже мёртвый. Чего он уже боится смерти? Чего уже бояться? Бояться уже нечего. Самое главное, как в наших песнях, вон русских, нам бы как бы не за благом идти, нам бы душу спасти. Это вот наши российские песни поют, потому что за душу, понимаете, главное спасти душу. А имеется в виду душа, опять же, инсказательная, видите, у нас всё сказки, пора уже взрослеть. Имеется в виду здесь вот наша природная экосистема, потому что вот в ней мы счастливы, понимаете, мы любим, мы дружим, мы вот все, что нам необходимо, это наша природа, это не наши там блага, то, что мы там жирные хотим много. Нет, это наша природа, мы живём счастливо, полноценно, мы пыщем жизнью, там из нас светится. И вот такая жизнь, где у нас корочняк съезжает, психоз, извращенство, когда уже люди превращаются в нелюдей, непонятно что, и просто живые зомби, вот он ходит, а по факту вырабатывает энергии, поэтому раньше умирать начали, болеть начали, потому что, а зачем такая жизнь долгая? Так жить долго-то и нельзя, так вообще жить невозможно. Больше 20 лет, 30 уже жить невозможно, жизнь заканчивается, понимаете? Чем хуже условия, тем меньше жизнь. Поэтому все моменты, которые нам даёт жизнь, прекрасные, красивые, отвоёванные теми, кто воевал за свободу сотнями лет, а может и тысячами на этой планете. Наши предки воевали за то, чтобы мы имели право любить, дружить, как мы хотим, выбирать людей, как мы хотим, понимаете? За то, чтобы жить счастливо, быть счастливыми и жить так, как мы желаем того, как мы того достойно и заслужим. Поэтому тут конфликт, наверное, в том, что с одной стороны, они, наверное, если бы глубже вникали в нашу природу и старались бы соблюдать, но я думаю, для них это просто ресурсно затратно. Они либо вот в это вникают, либо собирают энергию. Ну, что тут поделаешь? Ну, я не знаю, может быть, это реально как-то для них не то, что сложно, а невозможно, может быть. Но в силуэта вот эти освобожденческие движения и создались. Потому что, видимо, наша свобода противостоит, ну, не противостоит, а полностью исключает их возможность собирать с нас энергию. То есть, либо мы свободны, либо с нас собирают энергию. Вот, но образно собирают энергии по-разному, опять же. Люди не убивают, как вы поняли уже. Люди умирают и стареют, болеют сами от себя. Да, это тоже правда, что мы сами виноваты. Они нам это и говорят, вы сами в этом виноваты. Но, как видите, мы не единственное условие этого уравнения. Понимаете? Я всегда вот говорила, вот это, понимаете, все сложно. Вроде, с одной стороны, мы и сами виноваты, а с другой стороны, как мы и сами виноваты, если они нам создали такие условия. Они элементарно нас не упускают на свободу, нам нужно драться тут, воевать со своими же, драться, которых они как зомби на нас же натравливают. Знаете, как в фильмах такой есть, когда там какое-то сознание захватывает там людей и натравливает своих же на самих себя, чтобы они своих же мочили и не давали им освободиться. И получается, люди со своими борются. Вот у нас то же самое, вот эти зомби на своих же нападают, вот нас грызут, там русские грызут, опять же, нападают на своих же, на людей, вместо того, чтобы вот им выслужиться, потому что они уже все, у них уже все мертво, там что могло отвечать. Есть люди, которые уже настолько в себе все убили, что они даже ненавидят тех, кто в себе это не убил. Они их презирают и хотят уничтожить таких людей, потому что у них боль настолько там сильна в душе, что они-то продали все, они от всего отказались, а вы там хотите счастья, в любви жить, да, карен ли вам сдохнете, типа. Вот она вся зависть, вот она все, что у нас уничтожение добрых, хороших людей. Вот откуда у нас все это берется, попытка, представляете, как им тяжело и больно. Конечно, они хотят, чтобы нас просто не существовало, чтобы хотя бы просто заткнуть нас в наши попытки счастья, любви там, и чтобы они вот жили в своем, в этом зомби-обществе, при богатых домах, там, в богатом, в хорошем асфальте, в хороших дорогах, в богатых машинах, и не вспоминали о том, что они могли бы жить иначе, и то, на что бы они пошли ради того, чтобы вот в этом оказаться. То есть, конечно, все оно так и есть, вот, и поэтому вся ситуация сложная. Поэтому нельзя сказать, что вот однозначно зло, поэтому видно, что они злые. Нет, это однозначно не видно, однозначно это непонятно, но оно однозначно есть. Однозначно мы делимся на две вот эти стороны. Трусы, которые готовы отказаться от собственной души, продать ее. Это и есть продажа души. Дело не в том, что они ее за деньги продают. Они ее даже не за деньги, они ее продают за страх, за мнимое чувство безопасности. То есть, они могут вообще быть нищими, никем, но они проданы абсолютно, они отказались от своей души, от всего душевного, за страх. И то есть, вот у меня тоже среди окружения такого близкого тоже было от страха, отказались от желаний души, от душевных моментов, и все это выкинули, лишь бы вот какая-то там стабильность была, а тут не стабильно, потому что здесь реально война постоянно, у меня вечно перестрелка, потому что я же участвую в этих событиях, понимаете, оно и на мне отражается. Я постоянно в этой борьбе, я все такие, ой, что это на усак постоянно нападают? На кого нужно, не нападает никто. А потому что мы в мире в таком живем, ребята, и как раз на того, на кого нужно, нападают все. А на кого никто не нападает, тот уже продался давно. Мир такой. Есть другой мир, где это могло бы иметь правду, то есть могло бы иметь место быть. Видите, вот информацию до конца не знать, если, то все оно выворачивается, вот как оно можно вывернуть и перевернуть. Тоже вот про то, что я говорю, сейчас война, вот это идет, вот если не знать эту информацию, тоже можно все вывернуть, перевернуть. Ну, так а вот жизнь, люди не владеют информацией, не знают, что происходит. Я знаю, что происходит, и мне с этим тяжело жить, потому что люди не понимают, о чем я говорю, и я кричу и рассказываю, говорю, вы понимаете, что творится, мы за жизнь свою боремся, у нас такой шанс освободиться, у нас есть государство, за которое надо ногти выгрызать, что оно, слава богу, у нас есть, что там лидеры пытаются, что-то там, несмотря на все это, подкоп изнутри, потому что изнутри все это гниет тоже, пытаются как-то им противостоять, и многие поддаются. Мы же тут тоже, понимаете, сидим на двух стульях, тут же нельзя в открытую противостоять. В открытую начнешь противостоять и сразу мочканут, поэтому нужно им одним языком задницу вылизывать, а второй рукой заговор готовить. Вы это понимаете, что как это делается, это крайне сложно. Поэтому нету такого погейного добра, погейного зла. Если вы ссылаетесь, что там правительство, там, на зло и так далее, тоже нельзя ссылаться, потому что однозначно там один метод, надо имлезать задницу, под них подстраиваться и выполнять их приказы, какие бы они мерзкими не были, чтобы они просто не зачистили всех и подпольно где-то там что-то шерудить, пытаться им противостоять, потому что в открытую нет ничего здесь такого, в открытую никто им противостоять не способен. Мы все вот так вот прячемся, все мы закрыты это делаем. Ну и вот, возвращаясь к тому, что я увидела, как они это, тут вопрос выбора, я уже говорю исключительно про свой выбор, который я сделала, да, бесстрашный, вот, а есть кто из вас боится и, соответственно, сразу, нет, это все, а дьявол, вот они сразу тут же отворачиваются от меня и говорят, что это все зло, но по факту они, может, и правы, понимаете, потому что для них мы такие, как я, это зло реально. Жили бы они спокойно, продавая свои души, а тут мы прямо это мозолим, понимаете, лицо, еще проблемы создаем, конечно, для них мы зло, а самое интересное, что для нас-то они не зло, для нас они наши братья и сестры, которых на нас натравили, вот в чем разница. Мы для них зло, и мы те, от кого они готовы отказаться, мочкануть нас, ну, продавая душу, а не родных братьев и сестры, готовы сдать и убить, а мы не готовы на это, в этом разница, но мы это делаем для самозащиты, иначе нас просто убьют. Вот оно так, вот она вся политическая история, которая сейчас вывернулась, это то, что было сто лет назад, это не про нынешнюю ситуацию, это всегда было, есть давно, и надеюсь, мы победим когда-нибудь. Вот, ну и возвращаясь к тому, как они обрабатывают, значит, мозги. Очень интересно, они подавляются, знательное мышление, и здесь невозможно ни одну мысль продлить дальше определенного диапазона. Я увидела, что здесь мы нашли выход. Мы используем тембродную тактную систему мышления, при помощи которой выстраиваем длинные мысли, и у нас получается мыслить о чем-то великом, высоком, получать какую-то информацию за пределами того, что они блокируют. Опять же, хитрость. Тактовая система мышления – это мышление короткими всплесками. К примеру, вот я пыталась мы уже объяснить, это очень грамотная такая тема. Когда вы произносите одно предложение, к примеру, если вы начинаете произносить предложение, это мысль, да, ваше предложение – это мысль. Как только вы его произносите, они вам обрезают последнее слово, вы предложение не закончили. Вы пытаетесь его повторить, они обрезают последние два слова, вы предложение закончили. Вы пытаетесь его повторить, они обрезают последние три слова. Итак, чем каждый раз вы пытаетесь повторять предложение, они вам обрезают по слову, в итоге возвращаются к тому, что предложение полностью стирается с вашей головы, и больше вы об этом не думаете. Поэтому мышление здесь опасно, мысль здесь невозможна. Как мы делаем? Мы делим это предложение на отдельные буквы, на отдельные слова, вернее, и каждое слово отдельно, скажем, объясняем. То есть раз слово, два слова, три слова, и они не связаны. И для того, чтобы они были не связаны, каждое из этих слов должно быть окутано каким-то другим объяснением. То есть это как игра в шарады, это зашифрованный язык. Мы все, революционеры, общаемся с зашифрованным языком, в том числе и я. То есть моя разговорная речь, я всегда говорила, никогда не воспринимайте ее прямолинейно. Всегда убивают люди, которые, вот вы слово сказали, а там слово. Да не имеет значения, вообще слова это просто инструмент. Смысл в том, что я не могу и не способна, и никто не может выразить единым предложением, единой речью, единой логической последовательностью какую-то теорию. Это невозможно. Они это не дадут сделать. Мысль не продолжится, она обрушится. Но можно кусками, оторванными моментами, говорить про разное вроде как бы, но на самом деле там закодировано одно предложение, в этом всем не связанном, разном. И вот я про воду говорила, помните, я говорю, что вода, но в плане не как стихия, когда говорят много воды в речи, много воды в фразах. Я говорю, вода в фразах и в речах – это самое главное, потому что там зашифрованные информации, самые сливки подаются. И никто вам прямолинейно не скажет, все это зашифровано. Опять же, даже я говорю информацию какую-то, она до вас доходит, но главное не чтобы до вас дошать информацию, а смысл. А смысл я передаю, как раз перепрыгиваясь, темы на тему, плюс меняя, говоря о разных вещах, не связанных вроде как между собой, но на самом деле они создают одно предложение. Допустим, вот как и граф Шарада, я не знаю, вы хотите описать, там, к примеру, зеленое, голубое небо, и вам нужно голубое и небо описать. То есть вы не можете сказать «небо голубое», вы не можете это сказать в предложении. Вам нужно объяснить это как-то по-другому. Вы начинаете говорить, что вот голубые цвета, это очень красивый цвет, красивый возвышенный, красивый цвет, он очень прекрасный и глубокий. И вот когда мы с вами обращаемся к церкви и каким-то религиозным понятием, возносясь к Богу и к божественному уровню, мы понимаем, что прекрасно и так же там есть. То есть поняли логику? Это была фраза «небо голубое». Я говорила про церковь и про красоту цветов. Да, ну, к примеру, образно говорят, цвет красивый. Два несвязанных, две несвязанные речи абсолютно. Но они на самом деле представляют одно связанное предложение. И вот это тембрное тактовное мышление, оно должно быть коротким. То есть, к примеру, если у нас есть ограничитель, опять же, к примеру, это я просто так вот для себя понятно это вижу, как можно объяснить. Если у вас мышление ваше ограничено, к примеру, 20 Гц, то ни одно из ваших предложений не должно быть больше 20 Гц. А, к примеру, ваше предложение должно передать 1000 Гц. Как вы 1000 Гц опишите при помощи 20? Вы разобьёте это 1000 Гц на много 20-гцовых предложений и будете вот так вот говорить. И у вас вот такие фразы постоянно будут, и вот речь такая. И, собственно, вот эта вот религиозная речь, на самом деле, которая такая завуалированная, запутанная, там ничего не понятно, там кодовая система только так передается. Там такие кодовые фразы. И, собственно, в основном, конечно, контроль и подчинение, типа служите богам, служите нам и так далее. И вот это кодовые фразы никто, не каждый может расшифровать. И самое интересное, что также это тактовое мышление, оно ещё передаётся в движениях. Оно в движениях передаётся, в различных вот танцах, движениях. Я вот руками постоянно вам объясняю, да. Постоянно, вот когда я медитирую, постоянно недаром мы медитируем, двигаемся. Вы ещё как шаманы, вот так вот они сидят. Потом я очень люблю на гамаке кататься, у меня тоже медитация, потому что это тактовое, тактовое мышление. Мы говорим обязательно вот так, чтобы обрезать слова. У нас ещё такая тема, знаете, обрезающая. То есть это всё не просто так. Это не просто элементы какие-то. Не знаю, вот я, допустим, волосы поправляю. Здесь я поправила, здесь я подвинула. Вот здесь вот, это просто жестикуляции, вы видите, определённые. Многие меня высмеивают, унижают, а на самом деле это, по сути, знаете, как перевод какого-то, скажем, зашифрованного послания, зашифрованного текста. Потому что так мы и здесь общаемся, да. И если обратили внимание все люди, которые в нашем движении, вот, кстати, новопевец, певец, мне очень нравится, я прям безумно рада, что такие люди прореваются к людям. Назвался шаман, хотя он типа религиозный верующий, ну, знаете, кто слышал песню, вот он «Я русский» спел. И встанем, там такая мощь, ну, реально колдовская сила, мощь, вот этот русский дух, вот это богатырство, вот это могущество, вот это Россия, это сопротивление в нём передалось. Если вы посмотрите на него, когда он поёт и танцует, он вообще там не стоит на месте. Он прямо, я это расстраиваю, даже я отдыхаю на фоне, но я тут сижу лекции, читаю, конечно, а он как бы поёт. Он не то, что танцует, он поёт, но у него там песни вот такой он поёт. Это тоже не зря. Вот она тактовая передача, именно частотная передача текстов, огромных посланий, мощных закодированных посланий, которые не блокируют их система о каких-то глубинных, достойных вещах, о каких-то грамотных, умных вещах. И вот мы учимся вот в этом такте разговаривать, мыслить и думать. Да, этому надо учиться. Это как учиться иностранному языку. Это, по сути, научиться кодировке, понимаете, кодовому языку, научиться его понимать, переводить и разговаривать на нём. Не каждый может. Допустим, я этому научилась, я это вам передаю, я об этом постоянно говорю и постоянно стараюсь. Но не всё люди этого понимают. И многие люди пытаются мой текст воспринять, пытаются к словам привязаться, и они всегда будут в глубокой яви, потому что словами никто вам ничего не скажет. Другое дело, кто-то говорит красивые слова, но там тоже закодированный текст идёт, некрасивые, как правило. И бывает, знаете, такой вот текст, типа, я читала недавно одного супер-типа духовника, и там такой возвышенный текст, ни о чём, как бы, вроде, да, и такой, главное, красиво написанный, это капец просто, там такое написание, ни о чём. И я понимаю, что там просто вот одна фраза «подчинитесь, подчиняйтесь», там прям как заложено вот в этом тексте, мощно прям, как кодировка, закодированная речь. И люди пугаются. И, по сути, они подчиняются, начинают слушать и подчиняться. И также я кодом вам передаю, если вы уберёте все эти фразы, опять же, как вот пример, «небо голубое», да, я объяснила. Говорила там про цвет, говорила про церковь, а на самом деле я сказала, «это небо голубое». Была фраза вот такая, вот, к примеру. И если вы посмотрите на закодированные фразы, которые у меня идут за моим текстом, вы увидите вообще совсем другое послание, которое я вам призываю, которое я всем говорю, которым я всех призываю, за которым мы стоим, за которым мы боремся. Но, по сути, за свободу. И всё-таки я видела, как те люди живут, понимаете, всё познаются в сравнении, хоть и с чему стремиться, к чему идти, чтобы видеть, как оно убывает. Вот, поэтому, наконец, у нас тема про этих какашкинских, захваченских инопланетян вышла, и всплыло всё, что, оказывается, не всё так однозначно. Всё очень сложно в понимании, всё тяжело, и не всё так плохо, как оно изначально кажется, поэтому многие контактируют с инопланетянами, многие с ними общаются, и с ним можно общаться, и вовсе я не говорю, что с ними теперь нельзя общаться, их надо ненавидеть. Пожалуйста, разговаривать с ним. Есть инопланетяне, другие люди, которые также захвачены, также служат системе, и если вы будете с ними разговаривать на какие-то запретные темы, они вам скажут, что вы неправы, и так нельзя разговаривать. Вот, и, собственно, но поговорить с ним можно, о бытовых вещах также это интересно. С теми же инопланетянами также они как себя, как отцы, как родители, они же наши создатели, они тоже там с вами будут хорошо разговаривать, поэтому, пожалуйста, они вам жизнь не портят, но другое дело, у вас крыши съезжают, потому что вы начинаете теряться, вы теряетесь, потому что нет однозначности. Да здесь даже речь неоднозначна, понимаете? Если мы даже прямолинейно сказать ничего не можем, нам надо вот эти вот танцы с бубном выплясывать, то уже о чём же говорить, там о том, как устроен мир, какие там инопланетяне, кто прямолинейной речи, вы нигде не услышите, потому что, если человек хоть раз бы знал, что происходит на самом деле прямолинейная речь, я бы его уже мочканул, и все инопланетяне давным-давно, поэтому учитесь, учитесь кодовому общению, учитесь понимать кодовый язык, тембрный, тактовый, учитесь в нём работать, вы тогда многое узнаете о том, что происходит, что вокруг нас, научитесь понимать, с чем мы имеем дело, к чему мы стремимся и как нам двигаться дальше. Вот поэтому это не конец, как говорится, борьба с сопротивлением продолжается, повстанцы не умрут никогда, как говорится, мы уже много сотен лет, всё, к этому идём-идём, и я надеюсь, придём. Вот, поэтому, ребята, эта информация не для того, чтобы вы депрессировали, а наоборот для того, чтобы вы вдохновились, начали двигаться к своему счастью, к своей личной жизни, к своей любви, к своему богатству, который от нас урезает, что мы должны согласиться на меньшее, чтобы подчиниться, и понимать, что мы имеем дело с могущественным врагом, конечно, огромным врагом, который владеет нами, по сути. Но враг, он не потому, что они зловещи, они могут быть прекрасными существами, живущие в прекрасном мире, но, видите, как мы иногда тоже животных содержим, и мы как бы неплохие люди, да, которые, вера, не такие же мы плохие, но, тем не менее, мы типа питаемся этими животными. Что поделаешь, природа таков мир? Тут зависит от нас, способны ли мы от этого освободиться, зависит от нас, придем ли к этому мы. Понимаете? Поэтому, с одной стороны, правда, что мы во все виноваты, и нам нужно менять себя. С одной стороны, правда, что нас сотворили инопланетяне. С одной стороны, правда, что нас сотворил Господь. То есть, все это правда, но если это все связать в общую картину, получается, что вот на чьей вы стороне, как говорится, между быть тут невозможно, понимаете? Потому что, либо вы им подчиняетесь, либо вы им враг. Вот как. Если вы им не подчиняетесь, вы им враг, то они вас мочат. И, соответственно, нету тут середины, ее быть не может. И люди, которые думают, что они типа отстаиваются в стороне, в середине, они на самом деле в иллюзиях пребывают. Это, скорее всего, те же церберы, которые менее активны. Там есть более активные, есть пассивные церберы. Есть те, кто поддерживает, есть те, кто действует. Поэтому, собственно, всего две стороны нашей планеты. Надеюсь, когда-то она будет одна, и она будет наша. Вот. Такую интересную информацию я знала на Марсе. Сейчас у нас будет магический ретрит, мощная проработка, мощная прокачка. Может быть, какие-то работы выложу, может быть, лекции выложу, кстати, с нашего университета. Посмотрим. Вот. Может быть, нет. Может, какие-то записи будут. Вот. Всем удачи, ребята. И до новых встреч. Следите за нашими мероприятиями. Скоро у нас выложатся новые мероприятия. Все меняется в этом году. И у нас движение целое, мощное пойдет. Опять, да, в другую, в новую сторону. Вот. Всем до встречи.